Продолжение следует... 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 И это из-за того, что тут есть много последних вопросов, что до повреждения кучи, кто-то не вырабатывает и споживает, и должна разраховываться однозначно. А вы почти не имеете в виду, что у нас есть право судить? Нет, нет. Потому что после этого на данный час не имеется. На данный час не имеется. То есть 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 стандартная кourтистная энергия, и есть стандартная коглуба, и для каждого бутылку сподж zebra. Черт. А мужчина его запреживает суть нации с ныбльного подхода, которая используется стандартной энергии. То есть, я считаю, что стандартный коза подняет возбуждение из уровня последних наступных действий. Вы уже по сути, зустричного позова. Сейчас разведается вопрос. Что до возможности принять зустричную поведенную заяву для того, чтобы совместно с первым позовом? То есть, в первом случае, зустричный позов не распределяет применение, которым будет заявлено в первом позове. То есть, у нас есть возможность допустить инеропостаточника для снятия контрольных показателей. И все. Потому что, на данный момент, они не сомнены, как он и в чём. Просто за допуск. А тут же написано заявление, как я уже прослухала, то есть, в данный момент, что именно полезный позов. Заяв. Это все? Да. Суд выделяется, не надо, еще и надо. Это все. Суд выделяется. Суд... ... ... ... ... ... Продолжение следует... 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 сказано, что суды утримаются за рахунок державы. А это значит, что никаких дополнительных законов, которые противоречат Конституции, в данном случае, как закон правоплата судового спора, не может быть. Тем более, они не обоснованы, и такое уже заявление мной подавалось, и успешно дела проходили дальше. Как минимум два дела у меня уже прошли при подаче заявления про видмину, або вид строчку судового спорта, где полностью идет обоснование, начиная еще с основоположенной свободы, с 1951 года, если не ошибаюсь, и так вплоть доходя до сегодняшнего времени, то есть какие законы выходили, которые подкрепляют это, что Конституция является здесь нормой прямого действия. Поэтому это сейчас, можно сказать, решение, даже в их законодательном поле, оно не правомерное, потому что оно противоречит Конституции. А если я еще добавляю, и это мои личные мысли, судья принимает решение, рассматривает заявление о подстрочном платеже, и принимает дело к рассмотрению, это значит, что он уже соглашается с этим заявлением, и он как бы оспаривает сам себя, закон упростокладу судового сбору, и подтверждает им, что работает Конституция. Некоторые не соглашаются, некоторые соглашаются, но даже сам судья уже это оспаривает, этот закон. В данном случае у меня это по третьему делу сейчас, я дошел до высшего специализированного суда, где только и шла речь о том, чтобы принять заяву к рассмотрению, и получается, Суд не пропустил по сути дела рассматривать, потому что заяву про срочку платежа он не принял, то есть об отмене платежа, и дошло дело до высшего специализированного суда, где в итоге, вот сейчас высший специализированный суд постановил, что моя заява обрунтована, и он вернул, чтобы первая инстанция все-таки начала рассматривать по сути. Причем он очень долго затянул, на 8 месяцев не отвечал где-то, что тоже было нарушение, сроков, да, должен в течение 5-5 месяцев по закону. Ну вот в итоге вот такая практика, поэтому как бы добавлю вам немножко своего... Спасибо. Спасибо, Иван. Скажите, а в законную силу вступили решения ваши, ну вот, которые вы говорите, в законную силу уже окончили? Решения, дело в том, что да, да, то есть после этого были рассмотрения, были решения, они были не в мою пользу, сейчас идет обжалование, но дела по сути рассматривались после того, как они просмотрелось заявление про, вообще, про то, что заявление просто очень платежа, потому что если не оплачиваешь судебный сбор, то ты, получается, не можешь вообще по сути просматривать дело. Суд принял заявление, рассмотрел по сути, принял решение, это законы, и оно вступило в силу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин А.Семкин Корректор А.Егорова